Серебряные львы 15 июля 1978 года на концерте впервые зажгли зажигалки. И это связано с пивом Хайнекен. Восьмое марта 1982 года прозвучал первый скретч. И это связано с пивом Хайнекен. Дай глоток. Спасибо. Извини, а можно твою майку? Конечно. Спасибо. Проси большего. Продолжение следует... Привет, сынок. Доброе утро, сэр. Дорогая, он пришел. Хочешь доктор Пеппер? Нет. Да ладно, что может быть хуже? Ну, хорошо. Любишь спорт, сынок? Конечно. Любишь рестлинг? Да. Держи. Попробуй, бери. Шучу. Что вы делаете? Так чья бутылка? Ну и как вы здесь без меня? Доктор Пеппер, хуже не придумаешь. Ну и как вы знаете,? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Ты работаешь головой? Нет руками. У тебя два ребенка? Нет. Внука? Вазелин. Крем для мягкой и гладкой кожи рук. У меня была няня. Я никогда не забуду ее. Она показала мне мир совсем по-иному. Помню те дневные пробежки в парке. Ветер дул мне в лицо. Было весело. Но она ушла, и жизнь потекла медленнее. Я пытался пережить это. Но мне не хватало того чувства. Audi S3 210. А какие доводы у тебя? Играет музыка. Играет музыка. Академия. Играет музыка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Всегда есть какая-то хитрость. Гольф Форумоушен. Постоянный полный привод. Гольф Форумоушен. Гольф Форумоушен. Гольф Форумоушен. Гольф Форумоушен. Сижу здесь каждый день. Люди поднимаются, люди спускаются, и все такие серьезные. И вот появился луч света. Я видел его на третьем мониторе. И вот он бежит вверх. И так быстро, не могу в это поверить. Эскалатор двигался вниз. Люди тоже побежали, и все стали улыбаться. Он самый лучший, он. Он был как человек-ядро. Когда я бегу, Я делаю семь с половиной шагов в секунду. У тебя просто фантастическое время. Он сделал нашу жизнь светлее. Целыми днями смотрю этот спортивный канал. Прекрасно парень бегает. Возьмите бег, возьмите улыбку, смешайте вместе, и появится легкость. Он сделал нашу жизнь лучше. И моя жена тоже рада, когда я тренируюсь здесь. Адидас делает вас лучше. У меня такие кроссовки, круто! Адидас, спорт навсегда. Пузо тебя настигает. КОНЕЦ РАСТАНЬСЯ С ПИВНЫМ ЖИВОТОМ РИБАК, ЧТО БЫ ТЫ НЕ СДЕЛАЛ Ты, ко мне! Ты позоришь свою мать! Эй, Люсюле! ЗАВТРА СДЕЛАЙ КАК МОЖНО ЛУЧШЕ ДИНАМИЧЕСА Только в страховой компании Дельта Ллойд. И ничего сложного в этом нет. Извините. А вас как зовут? Сюзанна. Для Сюзанн и... И звезда. Вот вам Сюзанн. Извините, но это счет. Вы должны 12.50. Телеканал Кью сделан тысячами для миллионов. Послушай, этот эффект задержки, ну, очень долгий. Телеканал Кью сделан тысячами для миллионов. Ну, очень долгий. Я это купил у вас на прошлой неделе. Ну? Я не знаю, что это. Батулизм. 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 Сальмонелла Знаете, вы знаете Канал Телевикторина Привет, я Март Я ваш консультант, пока вас лечат от рака легких Привет, я Марк Я буду вашим хирургом Я доктор Джонс Вы пройдете у меня курс радиотерапии Привет, я Кристи Я ваш химиотерапевт Привет, я Сью Я сделаю вам парик, когда у вас выпадут волосы Привет, я Барбара Ваша сиделка Я Дэвид, я священник Мы будем с вами общаться о том Как встретить смерть Хорошие люди, но вы ведь не хотите С ними встречаться Продолжайте курить И вполне возможно, что встретитесь Луис Вилл Кентукки Май 2000 года Привет, привет Мы должны передать это Главе отдела маркетинга Здравствуйте Здравствуйте Мы только что учредили награду Золотой крючок Производитель лучших сигарет За использование секса в рекламе С тем, чтобы зацепить аудиторию подростков Вы же знаете, что люди продолжают курить Вне зависимости от рекламы Так зачем же вы тратите 5 миллионов долларов на нее? В 15 лет хочется выглядеть круто А когда подросток видит, кто курит эти сигареты То он тоже начинает курить, чтобы выглядеть круче Вы же губите их Рано или поздно 100% людей умрут Правда Винстон Салем, Северная Каролина, май 2000 Мы направляемся в главный офис Производителя сигарет Кэммел Мы собираемся вручить им приз Золотая лопата Здравствуйте Мои друзья и я приехали из Флориды И привезли вам производителю сигарет Кэммел Награду за заслуги в области захоронения Важных научных свидетельств О вреде курения Разве мы что-нибудь хороним? Вы считаете, что это правда? Чистая правда А откуда вам известно, что мы хороним научные свидетельства Или что-то в этом роде? Даша Джи Рейндельс признает, что сигареты это наркотик Да, но это не такой наркотик, как кокаин или героин Правда Нью-Йорк, май 2000-го Здравствуйте Мы хотим вручить награду золотой ленивец Производителю сигарет Мальборо За то, что им потребовалось 50 лет, чтобы признать, что курение вызывает рак Здравствуйте Здравствуйте Мы хотим вручить награду золотой ленивец Производителю сигарет Мальборо За то, что им потребовалось 50 лет, чтобы признать, что курение вызывает рак Мы хотим вручить награду золотой ленивец Производителю сигарет Мальборо За то, что им потребовалось 50 лет, чтобы признать, что курение вызывает рак Оставьте это фое Да мы и здесь можем оставить Правда Продолжение следует... Увы Граль, архитектор Мир принадлежит тем, кто мыслит по-новому Газета Вельт Дорогой Дорогой Что, дорогая? Мне не спится, дорогой Что случилось? Мне кажется, мы уплываем Как лодка? Мы с тобой уплываем в разные стороны Все, о чем мы с тобой говорим, это счета, работа, дети Но, дорогая, это же естественно, это то, чем мы живем Да, но ты больше со мной не разговариваешь Как же не разговариваю? Мы же сейчас с тобой говорим Да нет, не разговариваешь как раньше В смысле, как раньше? Ну, знаешь Так, по-особенному Как ты это делал раньше Ну, тогда мы были молодыми Мы еще тогда в институт ходили Вот об этом я и говорю Мы уплываем в разные стороны Нет, мы расплываемся в разные стороны Только из-за того, что я не говорю, как раньше Я люблю тебя Я люблю тебя очень сильно Да, да Чудеса случаются Дисней Основана на реальной истории Я хочу рассказать мою историю Меня зовут Леонель Геррера Мне 53 года В 1981-м меня приговорили к смерти за убийство Офицера полиции в Лос-Фреснос, Техас 29 сентября Энрико Коризалес Был убит одним выстрелом Давид Рукер Другой полицейский Который стоял в нескольких метрах От Энрики был ранен Показания Рукера Подставили меня И то, что я был вдрызг пьяный Когда меня нашли полицейские Послужило подтверждением моей вины Во время суда На моем лице все еще оставались шрамы Полученные во время допросов Описания раненого полицейского Одинаково подходили к большинству мужского населения Южного Техаса Но это не вызвало сомнений у суда Суд признал меня убийцей И меня приговорили к смерти Только по прошествии большого количества лет Показания моего племянника Рауля Геррере Увидели свет Вот что в них говорилось В сентябре 81-го Когда мне было 9 лет Я увидел своего отца Рауля Герреру Брата осужденного Убивающего полицейского Каризалиса Спустя мгновение Он выстрелил в патрульного Рукера Пытаясь скрыться с места преступления После всего услышанного Вы считаете меня виновным или нет? Я знаю, я не виновен Но вы же сделали свои заключения По этому поводу, не так ли? И каков бы ни был ваш ответ Прошу вас лично сказать его мне Вы найдете меня здесь Где меня похоронили 8 лет назад После приведения приговора в исполнение Смертная казнь Единственная несправедливость Которую не исправить Которую несправедливость Которую несправедливость Которую несправедливость